всем привет всем здравствуйте показываю вам сразу в камеру мой новый маникюр его практически в stories не светила я приготовила мастер-класс я уже смонтировала кратко надеюсь что это будет не сильно много на примере большого пальчика как делается мастер-класс последовательности просто вы вкратце посмотрите как я делала остальную часть руки вот ставьте плюсики кто ждал этот эфир по лепке я говорю что лепка у меня бывают периодами и последний раз я лепила прошлым летом и кстати на самом деле очень много лепила и лепка у нас была с вами на той неделе и сейчас для вас будет снова эти посвящен лепки рассказывала в предыдущем эфире обязательно посмотрите тот эфир очень подробно говорила про пластилин я люблю работать мягким пластилином хотя у нас есть и твердый пластилин у нас есть только два типа пластилина они оба белые и мы просто учим вас колеровать и естественно и когда мы колеруем пластилин у нас может получиться только какая гамма только пастельная поэтому насыщенные какие-то чистые цвета для лепки у нас нет в линейке мы не планируем пластилин таким образом пополнять линейку потому что это очень редко встречающийся вид дизайна именно в салонном контексте в основном лепка это какая-то флористика чаще всего и всегда это только сезон лето-весна сегодня у нас с вами абстракция сейчас давайте начнем я прям очень много нас писать сейчас землетрясение было я думала мне эфира не будет смотрите первый слой в данных ноготочках я делала такой базовый он больше как подмалевок идет потому что эта часть абстракции она уходит в аквариум и здесь как правило я на вот этом первом слое лепки абстракции я особо не останавливалась еще раз объясню почему потому что когда мы с вами делаем аквариум все равно многие детали они теряются тонут и вот этой чистоты исполнения ее как правило там уже зачастую мы не прочитываем здесь у меня было условие мне хотелось сделать часть аквариума вернее часть барельефа который уходит в аквариум и потом этот аквариум местами где-то поднимается наверх чтобы это уже был барельеф сверху финиша вот чтобы это уже был барельеф сверху финиша поэтому чтобы сэкономить время вот давайте я вам сейчас у так всю свою руку покажу вот чтобы сэкономить время конечно же первый слой я старалась пролепить очень быстро и соответственно здесь был просто черновой проход так это сейчас у нас уже повторение начинается поэтому сейчас мы просто быстренько лепим все это и если обратите внимание пластилин настолько мягкий ощущение что он жидкий вот но на самом деле лепится он намного быстрее и проще чем твердый пластилин что позволяет видите даже кисточка не палочка апельсиновой делать разные прорези если например прорези не режется кисточкой не портите кисточку берите сразу палочку апельсиновую дела нормально все сейчас трясли с люстры но сейчас было где-то 4 балла было не сильно землетрясение о чем выскакивали все розетые я испугалась то что я же прошлое землетрясение в гостинице просидела случайным образом я все пропустила вот страшно было на самом деле плата сейчас продолжаем свой мастер-класс смотрите я нарезала сначала углубление такие рвы а потом уже я эти рвы видите начинаю прорези пролепливать поэтому здесь вам помощь также может быть апельсиновая палочка еще раз напомню так и вот здесь вот последние уже штрихи смотрите я что погорячилась посмотрите я когда леплю аквариум я накладываю сразу очень много пластилина вот если это делать сверху то лучше частями накладывать пролепливать и сушить почему недостаток у пластилина в отличие от акрила он же не стынет на воздухе и вы например часть барельефа пролепили переходите к следующей части а то предыдущий она начинает чуть-чуть растекаться вот начинает чуть течь и вот уже красоты такой нету но так как я делала аквариум не было по барабану где ну там подтечет не потечет все равно будет не видно потому что сейчас я все это залью гелем и буду пилить еще вот поэтому здесь я особо прям знаете что такие острые края у рельефа были но здесь не нужно было сейчас увидите почему так выбрать другой основная красивая лепка она сейчас пойдет уже сверху беру мой любимый гель желтенький клевия и мне очень понравилось то что видите я у кутикулы везде выбирала желтый пластилин с оранжевым а плюс клевия он же ну не плотно это скульптурный гель и он всегда и он с такой с легкой плотностью там нет высокой плотности и получается очень красиво рельеф дымкой пропадает в этом желтом цвете здесь я сейчас не делала полноценном моделировании этот желтый гель взяла только для кутикулы и где-то местами по боковым сторонам пройтись утопить рельеф но у меня не была цель залить именно весь цветной рельеф только где-то под украсить часть прозрачного ложа и где-то боковая часть на свободный край я взяла второй мой любимый гель призм гель я правда не знаю кстати есть он и в наличии или нет я знаю что он очень быстро закончился но он будет смотреть это будет постоянно в ассортименте все вот эти гели мы сейчас линейку цветные гели делаем пополняем разными оттенками вот сейчас наличие 4 новых оттенка скоро твине выйдут новые ну как скоро наверно к лету мы сделаем тоже красивые оттенки по принципу композиции блесток вот которые были предыдущих твине единственное что я сначала пообещала что будет один в один мы выпустим цвета потом я передумала мы также сделаем красивые пастели но композиция блесток будет как у тех твине и формула химическая будет полностью как у тех твине в банках вот здесь получается мы блестященьким прошли самый краешек все и дальше делайте полноценное моделирование для полноценного моделирования конечно же я использовала монофазный гель все теперь кстати я здесь на видео сейчас не показала но обязательно перед тем как начинать выкладывать монофазный гель обязательно пройдитесь база пройдитесь база эмилак почему если вы по сухой лепки барельефные начнете выкладывать прозрачный гель он будет ложиться пузырями вот чтобы избежать пузыри обязательно сначала перед тем как проходить монофазным гелем уже делать полноценное моделирование нужно тонким тонким слоем промазать base эмилак все видите замоделировали запилили зашлифовали понятно что часть лепки она пошла у нас под пропил и это тоже хорошо вот но в любом случае когда вы лепите нужно себя контролировать чтобы лепки не было слишком много чтобы лепите лепите а потом в итоге все спилите вот но я практически ничего не спилила там это очень хорошо видно так и самое интересное начинается а это мы уже попилили видите я часть короче куски пропустила половину пропустила ну ладно посмотрите красиво так когда запилил уже начинаешь финишем перекрывать все остальные остального весь рельеф он сейчас пойдет уже сверху финиша единственное что вот здесь я покрывала глянцевым финишем по глянцевому финишу лепить сложновато тяжело вот но можно сейчас я покажу как я начинаю видите я смотрю рисунок который в аквариуме и там где идет рисунок я этот какой-то рисунок начинаю повторять что получается вот этот рисунок который на дне он начинает выходить барельефом наверх и вот здесь вот уже я не накладываю сразу много пластилина а уже леплю такими отдельными сегментами вот дальше начинаю лепить отдельными сегментами вот здесь точно так же видите сделали колбаску вот эту абстракцию я леплю наверное лет двадцать это у меня одна и та же там я меня просто наклоны кисточку побольше поменьше беру на принцип один и тот же вы накладываете колбаску в какой-то там змея на подобное вот такой траектории как река льется потом начинаете резать в центре эту колбаску и начинаете как листья как листья зелененькие прожимать либо вправо начинаете эти борозды укладывать ведь они мне не торчат я же их разрезала не сначала торчали а потом я их начинаю либо вправо либо влево укладывать такими прижимающими движениями вот и чем при классно абстракция это как игра понимаете вы сидите туда подвигали пластилин передумали в обратную сторону где-то что-то еще добавили просушили еще добавили и вот абстракцию и испортить практически невозможно она очень классно долепливается вот можно просушить потом долепить там просушить где-то еще маленький кусочек долепить уже идет вы начинаете играть как русло реки начинаете резать потом из русла реки вы начинаете делать края у этой реки укладывать вправо влево идти она начинает играться вместе с кисточкой вот это извилистая часть гель призма очень красивые камера телефона вообще не передает вот просто не передает все так дальше буквально тут чуть-чуть осталось долепить то у меня видите у меня шел монтаж видео монтаж видео потом раз землетрясение тут сняла как у не люстры тряслись потом побежали все сбегали постояли и вернулись обратно я дальше продолжила монтировать эти дальше я начинаю что делать уже маленькие кусочки пластилина брать и где вот не хватает острых краев высоты где-то мне хочется добавить чистоты да вот где пластилин чуть-чуть отек до такой стал пока ты край был острый из-за того что я долго лепила он немножко начинает оплывать я добавляю вот такие маленькие кусочки пластилина и вот таким образом начинаю уже придавать вот такой вот финальный край этой абстракции я очень люблю когда следы от кисточки красивые остаются кисточка у меня из красного соболя эми это кисточка мазок номер три красный соболь это единственная кисть которая которая натуральная из красного соболя вот видите такие маленькие кусочки уже мы начинаем добавлять пластилина и постепенно вычищаем уже делаем вот прям вот все красивее 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 так это я пропустила не туда ткнула простите сюда надо было ткнуть да все я начинаю вот смотреть где мне хочется я смотрю на аквариум и к этому аквариуму постепенно начинаю доращивать вот так куски пластилина маленькие где-то добавляю дополнительный рельеф где-то доращиваю уже на слепленный рельеф до этого видите вот уже становится интересней вот тоже возле кутикулы там видно что под пропил часть пластилина с аквариума попала а я взяла кусочек пластилинчика добавила и пролепила еще сверху как продолжение и это очень интересный эффект получается жалко камера этого кстати не передает камера вообще не передает аквариумный эффект когда аквариум и когда сверху еще барельеф понятно что такие ногти можно попробовать найти клиентов кто отсидит такое количество времени лепки потому что есть клиенты которые хотят эксклюзив но это нужно стать таким мастером которому эти придут такие клиенты вот здесь уже финал большого пальца и справа видно что я еще добавляла оранжевым пластилином лепку долепливого видите справа сейчас я покажу как выглядит остальная часть когда я делала все четыре пальчика вместе еще раз напомню что мы для этого использовали так как я сейчас на кипре меня нет возможности самой себе наращивать на нижней форме потому что она для меня это прям проблема сделать вот такую длину на нижней формы потому что мастером я очень давно не работаю навыка у меня как вернее навык-то сохранился судя потому что я уже сколько ногтей нарастила пока я здесь сижу на кипре вот но меня очень выручают вот эти типсы готовые и также вращают вот эти типсы которые для обычного классического наращивания на типсах на одну треть длина огромная плюс арочный квадрат и мне это экономит массу навыка и массу времени просто колоссально экономит очень много времени вот поэтому я себе левую руку только вот таким способом наращиваю в любом случае для этого нужно уметь пилить наращивать и видеть архитектуру вот это всего лишь дополнительный инструмент чтобы не ставить формы вы просто клеите на одну треть на базу также кстати можно приклеить бейс и милак это кстати самый частый вопрос на что я сажаю я сажаю на медиум сейчас я вам покажу на какую базу мы сажаем вот лучше всего в идеале сажать на скульпт-медиум либо можно сажать на бейс и милак вот ну я люблю именно на скульпт-медиум потому что она чуть погуще не так растекается вот ну по сути без разницы от обе эти базы идеально дружат с типсами все остальные материалы я проверяла на себе очень много раз и в том числе кера бейс я рекомендую только бейс и милак и скульпт-медиум ну либо макси у кого есть макси также макси подойдут на что можно сажать типсы сейчас видно что я прошлась нарастила ногти до сделала подложку слепила опять же я ее слепила такой больше черновой вариант я сильно не прорабатывала края абстракции что я дальше сделала по такому же принципу как и в большом пальчике я взяла два геля призм гель и клевия клевия как этот цветок называется желтый ой вот точно так же прошлась базой промазала чтобы пузырей меньше было и прошлась везде по кутикуле тоненький слой добавила вот этого полупрозрачного желтого геля так мне нравится все себе не представляете ногти вообще офигенские получились классные давно я с такими не ходила что по аквариуму был мне раньше это был очень любимый дизайн я еще тогда любила делать эту абстракцию она мне было всегда такая оранжево тарракотовая черная дело таких черные края не за здесь есть таки мои клиенты старые или нет есть клиенты кому я делала такие ногти я делаю эту абстракцию лепку на все ногти сейчас просто по эти дела не в клиентах что нет таких клиентов на такую услугу Сейчас нет мастеров, кто готов делать такие ногти, кто готов делать ногти по 3 часа, по 4, и стоимость этих ногтей может быть 7, 8, 10 тысяч, 20 тысяч, 15 тысяч, понимаете, это такой вот эксклюзив, который и делать, понятно, что вы быстро не сделаете это, и стоимость должна быть за это достойная, и поверьте мне, клиенты найдутся, тут главное, чтобы мастер был, вы просто таких клиентов притянете. Так, в конце также я взяла призм гель, очень красивый, прям чисто прошлась, там на дырки свободные какие, нашла там на свободном крае, где-то в центре пустота, где-то по бокам добавила вот эти красивые блесточки. Вот, очень красивый эффект дает. Видите, здесь я гель не использовала для моделирования, я его здесь использовала, и призм, и клевию я использовала чисто для декора. Основное моделирование, конечно, я выполнила прозрачным гелем, самый популярный гель, ему много лет, вот сколько в Эйми классической линейки лет, столько монофаса существует. Вот, это самый популярный, универсальный гель для моделирования. Даже для свободного края, несмотря на то, что монофас, это средние вязкости геля, он подходит для техник без опила, вот, ну, им же также можно выкладывать свободный край на нижних формах. Вот, вот как-то так. Сейчас вот досмотрите до конца эти ноготочки, я тут в конце добавила новые слайдеры из новой коллекции слайдеров весна-лето, мне так понравилось, очень прикольно. Сейчас посмотрите. Я еще в конце сейчас покажу вам, какие шермиконы в продаже появились. У нас, наконец, шермиконы пришли, сейчас вышло 4 шермикона, и через несколько дней у нас стартует еще часть шермиконов. Вот, как раз покажу, какие у нас сейчас шермикончики есть в наличии. Все запилили красивенько. Видите, все запилили. Видно, что я практически ничего не пропилила. Видно, что я практически ничего не пропилила. Так, и теперь берем слайдеры. Так, сейчас я напомню, какой это, кстати, номер. Это у нас яркие бабочки номер 109. Вот, яркие бабочки номер 109. Это новая коллекция. Очень классно смотрится. Ты куда не добавляешь эти бабочки, они прям вот класснючие. Все, я уже на финальный слой сделала бабочки, потом уже покрыла бабочки финишем, потом я сделала вот эту красивую уже лепку рельефную, и сейчас хорошо видно, что я добавила объем бабочкам уже в самом конце. Видите, что вы сначала бабочки закатали под финиш, финишем все покрыли, потом добавили уже элементы лепки, да, как мы делали это на большом пальчике, и уже потом вы берете джемте клер, либо чем-то другим, делайте объем бабочкам и стрекозкам. Вот, как вам такой маникюр? Как вам такой маникюр? Подпишите. Вот, что у нас получилось. Получилось, честно говоря, вот просто села, что-то мне захотелось именно полепить абстракцию. Пластилин был готовый под руками, намешанный. Обязательно посмотрите прошлый эфир, где я учу колеровать пластилин, как мы его красим. Обязательно посмотрите. Нет, я не делала часов в девять, вы что, ну большой. Я просто, почему у меня долго получается делать? Смотрите, мне приходится постоянно все снимать, что, а вдруг мне для рилс пригодится, а вдруг я эфир буду вести. Вот я вам сейчас эфир веду. Вот представьте, полноценное моделирование в эфире нереально показать. Вы же не будете со мной сидеть к ряду несколько часов. А так я кусочки наснимала и вам показала. Вот, и это много времени занимает. Из-за того, что я постоянно снимаю. Если бы я это делала просто для себя, не для фотоконтента, не для видеоконтента, у меня бы это заняло где-то часа три с половиной. Опять же, благодаря типсам я экономлю очень много времени, потому что подложка уже все четкая, ровная, ничего лишнего не выложено у меня. Не знаю, это очень удобно, то, что подложка. Сейчас я прекратить публикацию. Сейчас, сейчас, сейчас. Ну вот она моя ручечка. Сейчас давайте маслица для кутикулы нанесу. Так бы я руку одну делала три с половиной часа. Когда делаешь 10 пальцев кому-то, а не себе, понятно, что конвейерная техника, она быстрее. Ну, согласны? Потому что когда ты сама себе делаешь, приходится постоянно сушить, и ты теряешь время. Потому что ты пока сушишь, ты в этот момент не делаешь вторую руку. Вот, а так, конечно, я делала дольше. Я где-то часа четыре с половиной делала, из-за того, что я постоянно снимала. Меня Костя постоянно дергал. Он мне просто не давал, потому что это уже было 12 ночи. Да я к ночи сидела-сидела, так я думаю, так, надо сделать. На самом деле ничего сложного, цветочки сложнее лепить. Вот, поверьте мне. Намного сложнее лепить цветы, чем абстракцию. Ну, все требует тренировки. Вот, все требует тренировки. Давайте я вам сейчас покажу новые шермикончики. Так, где тут у нас получается шермикон курсив. Возможно, не знаю, не очень хорошо видно, но мне кажется, видно. Смотрите, фразы романтические, да? Такой вот красивый, романтический почерк. Прям хорошенькие, золото, серебро и черные фразы. Белых, по-моему, нет здесь, на шермиконе. Вот, это шермикон 228. Прям возьмите, сфотографируйте экран. Я не знаю, на сайте появились они или нет, надо проверить. Вот сейчас как раз зайдете на Амишоп, проверите. Так, следующий шермикончик. Это путешествие. Тоже очень тоненький, такой элегантный. Все такое аккуратненькое. Посмотрите, даже для маленьких ногтей подойдет. Все детальки, прям вот все чистенькие, аккуратненькие, малюсенькие. Даже для моих ногтей, конечно, они маловаты. Я сегодня, знаете, такая смотрю, думаю, блин, для моих гигантов, конечно, шермиконы, там нужно кучу шермиконов приклеить для моих гигантских ногтей. Вот, поэтому у кого обычная классика, салонная. Вам очень понравятся шермикончики. У нас это делал новый дизайнер. Девочка очень делает так тонко, знаете, так вот. У нее немножко другой стиль, не как у предыдущих дизайнеров. Вот, это делала новая девочка. Мне прям очень понравились шермиконы в этот раз. Так, это у нас следующие любовные письма номер 229. Тоже, смотрите, вот такое все очень романтично, нежное, аккуратненькое для умненьких девочек. У меня новое выражение, любимое, для умненьких девочек. Девочки, смотрите, шермикончик для умненьких девочек. Так, сфотографировали? Выбрать другой объект. И, ой, вот это мне очень нравится. Это 231-е цветы и фразы. Смотрите, идет, например, бабочка, а потом к ней приделана фраза. такой цветочек схематичный и к ней такая вертикальная фраза. Такой какой-то кустик и к нему приделана фраза. Мне очень, кстати, понравилась такая прям вот элегантная штучка. Прям мимимишная. Тоже, такой вот женственная, романтичная, аккуратная, элегантная. Вот что-то девочки здесь подсказали. Да, они уже есть на сайте. Все, благодарю девочке. Вот шермикончики есть уже на сайте. Видите, я сама не в курсе, есть они там на сайте или нет. Вот. Ну вот как-то так. Сегодня у нас был очень интересный эфир. Смотрите, он у нас коротким получился, информативным. Я его, наверное, сейчас уже не буду выгружать. Нет смысла. Я его выгружу завтра, а может быть сегодня. Наверное, вы уже смотреть не будете. Уже поздно, да? Вот. Завтра мы с вами увидимся также в Инстаграм и ВКонтакте. Приходите на прямой эфир. Будем работать с бархатным песком. Катя, а где у вас производство? Сейчас в Чехии остался завод. Просто интересно, кое-что осталось. Куда он денется? Меня так не пугаете, девчули. У нас все хорошо. Вы же знаете, что у нас два производства, одно находится в России, но не в Москве, потому что все думают, что мы москвичи из Москвы. Оно находится у нас в Ростовской области. Прямо недалеко от Ростова. А второй находится, который отгружает и производит для стран Европы большей частью. И понятно, что оттуда продукция идет. Там вот в Америку у нас есть несколько городов, где есть творческие партнеры, куда отгружается продукция. есть в Канаде дистрибьютор, есть в Корее дистрибьютор. Вот в остальные страны они идут из Чехии. Город Прага, там находится сам офис менеджеров. И есть небольшой городок, пригород, Пшибрам, называется Пшибрами. У нас построено большое производство, оно еще больше, чем в России. И там также все производят по аналогу, как в России. Есть, конечно, вещи, которые мы все-таки производим в Россию и доставляем в Европу. Это проблематично сейчас, вот как раз для нас у нас есть такие затыки небольшие в логистике. Но в основном, в принципе, лаборатории и производство работают независимо друг от друга, поэтому иногда у нас есть какие-то отличия. Ну, например, упаковка очень часто отличается. Заметили, да, что, например, упаковка в Праге наборов, она плоская. Да, это такие плоские коробочки. В России это вот такие коробочки. Там бывают колировки, чуть-чуть могут отличаться. Вот, потому что Россия сама колирует, а Прага сама колирует. Вот, ну, там практически отличий не бывает. Вот, ответила на вопрос. Могу, кстати, на вопросы поотвечать. Поотвечать так. У нас все хорошо. У нас просто сейчас был провал с логистикой, потому что мы же производим из ингредиентов, и что, а сами ингредиенты, понятно, что мы не производим. Там, знаете, тот же полиуретант, его закупаешь, вот, и чтобы теперь завозить какие-то там фотоинициаторы, там, колировочные пасты, нарушила сильно логистика. Вот, но вроде сейчас более-менее у нас все уже устаканилось, сейчас появились просто новые логистические способы доставки того или иного сырья. Поэтому все у нас хорошо, кошечки мои. Все хорошо. Работаем. Все хорошо работаем. Я, кстати, в Россию лечу опять работать на 4 недели. У меня будет Эмми Дэй в Воронеже 31 марта, кстати. Эмми Дэй в Воронеже 31 марта, потом я буду в середине Мос... в середине месяца в Москве. Это будет... Не помню. Короче, я буду выступать в школе у дистрибьютора Москвы. Она соберет там девочек, вот, сделать небольшое мероприятие утреннее. И также я выступаю на Бьюти Дэй. Время тоже точно... Не знаю, это вот буквально вот так. Сначала в офисе я выступаю на следующий день у дистрибьютора в официальной школе города Москва. И еще я буду в Азербайджане в Баку в начале апреля. Интервал будет где-то с 1 по 10 апреля. Мы дату еще что-то точно не ставили, но мероприятие уже начали организовывать тоже дистрибьюторы на данной территории. Это Азербайджан. Поэтому, кто Азербайджан, девочки, увидимся с вами в начале апреля. Я очень жду, жду, кстати. Я там ни разу не была и очень хочу туда попасть. Что, дорогая? Можно, Азербайджанка придет. Можно. Так. А в Дагестане, в Махачкале ваша школа есть? Да. Просто напишите в директ, вам девочки пришлют аккаунт в Махачкале. Чтобы найти клиентов на такие длинные ногти. Модели не найдены. Буду делать на себе, но ручки пусловатые, пальцы короткие. Плюнуть на это и сделать себе, конечно, плюнуть. Слушай, ну ты можешь, например, доплюнуть. Понятно, что найти кого-то вот на это сложно будет. Причем, вы же видите, я как хожу, если бы я ходила вот так с двумя руками. Но так как я здесь бездомработница, мне тяжело. Я же посуду мою. прикиньте, не мыла посуду 20 лет, а тут посуду стала мыть. Бесят меня, надоело, я хочу обратно домой к Людочке к моей, чтобы мне кушать готовили и посудку мыли. Вот, поэтому, конечно, максимум одна рука, потому что, если бы я с двумя, ну, это рехнуться можно. А в качестве рекламы это просто прелестно. Вы видели, как я ходила с дочкой на шопинг? Мы пошли покупать джинсы и пару кофточек. Меня, меня продавщицы в магазинах, они меня уже выучили, представляете? Они там, ой, там, хеллоу, ногти, там смотрят мои ногти, представляете? Я в то, ну, они меня запомнили, все запомнили. Я была там два раза, они меня уже помнят, ну, потому что я, видимо, блондинка и еще вот с такой рукой гигантская. Нет, в Махачкале я тоже ни разу в жизни не была. Добрый вечер, Катя. Так, ролик на новую коллекцию не выложили, только на Viva Magento очень жиду. Ой, блин, точно, я даже твою аватарку помню. Кондратик. Слушай, вообще мне сказали, что выложат, а почему не выложили? Сейчас поругаюсь прям. Сейчас сама зайду и выложу в телеграм-канал ролик по новой коллекции. Хорошо, прямо сейчас сама собственноручно просто туда выложу. Ну, а ты точно телеграм-канал проверила? Потому что в телеграм-канале, ну, вот я написала менеджерам, они должны были сразу выложить в телеграм-канал. Так. Так, так, читаю комментарии. 14 марта вот кто-то уже написал. да, Москва, это будет, по-моему, блин, не могу в календарь сейчас зайти, жалко. Да, 14 марта это бьюти-дэй, значит, у дистрибьютора в офисе я буду выступать 13 марта, точно. Утро 13 марта это дистрибьютор Москва, а на следующий день это Валя Черевков, это бьюти-дэй. Вот. А, нет, в Москве школе, я перепутала, девочки, значит, 14-15, значит, в школе я буду 14 марта в Москве, а бьюти-дэй 15 марта. Короче, я запуталась. Так, добрый вечер, это, а, это я уже считала. Блин, надо уже спать ложиться идти, у вас там уже почти 10 вечера, у кого-то 11. Ой, девочки, у меня шикарный фильтр, вот сейчас, смотрите, сейчас мы его отключим. Ну, я и без фильтра прекрасно, смотрите. Мам, 2-3-7. Что, дорогой, мне спать идти, да, укладывать тебя пора? Сейчас мне 0-0. Ну, так мы спать-то ложимся не в 0-0-0, мы ложимся с тобой в 22-0-0. Вы такая красивая, девочки, спасибо большое. Я считаю, что женщина, если она, ну, как, делает что-то, да, она к 40 годам становится намного красивее и ухоженнее, и роскошнее, чем когда ей 20. Я вот смотрю свои фотографии, там, в 20, 25, даже в 30. И смотрю сейчас, думаю, боже, ну, я же просто прекрасна. Думаю, как, как хорошо, что я одела брекеты, я 2,5 года, даже почти 3, отходила с брекетами, потом я сделала виниры, я сделала себе блефаропластику. Думаю, боже, ну, прекрасно просто, все натуральное, все от природы свое. ой, зубы, вы себе не представляете, я, когда зубы сделала, я такая смотрю в зеркало и понимаю, блин, больше вообще ничего не надо, вот насколько, я сейчас всем говорю, вот есть возможность одеть брекеты, одевайте брекеты, наплевать, сколько вы с ними отходите, понимаете, это будет того стоит, даже если вы потом не оденете виниры, все равно брекеты помогают выравнивать, потом сделать можно какую-то реставрацию частичную, поровнять зубки, где-то отбелить, блин, я, конечно, смотрю, период, когда я с брекетами ходила, это же, конечно, был тихий ужас, это просто жесть, но мне деваться было некуда, у меня были показания к брекетам, и надо было вырвать молочные клыки и доставать из-за неба постоянные клыки, когда мне было уже, получается, 36 лет, да, в 36 лет, по-моему, я брекеты поставила, 37. Хотелось бы видеть вас в Махачкале, ну, это, девочки, обращайтесь к дистрибьютору, это обычно дистрибьюторы все организовывают, это если вот они захотят, они организуют, вот, потому что сейчас, на самом деле, это всегда было затратное мероприятие, и, ну, не каждый на это решится, но у всех есть бюджет сейчас на такие мероприятия, главное, что красота подчеркнута в нужном месте, я тоже так считаю, главное зубы и глаза, все, и больше, потом уже, я не знаю, посмотрим в 50, что я сделаю, а вообще, я говорю, у меня волшебная йога, у меня такая йога, что у меня прокачивается, даже вот эта вся часть, мне кажется, у меня натягивается, массаж не нужен никакой, потому что просто вот оно, все идеально из-за йоги, у меня силовая йога, там такая нагрузка бешеная, у меня даже боковые, боковой пресс, как это называется, короче, пресс по бокам даже прокачан, прокачан благодаря йоге, раньше я это делала при помощи спортзала, и тренера личного, сейчас просто йога, ну там, бешеная йога, там, сегодня так было прикольно, к нам пришел в группу мужчина, взрослый, огромный качок, метра два ростом, девочки, как он стонал, он проклял все, говорит, это самое тупорылое было решение, какое я сделал, говорит, пришел на йогу, говорит, я думал, тут сейчас расслабуха будет, это такая фигня, короче, ему было сложнее, чем в спортзале, он бедный, просто его ушатали, там девочки все гнутся, все там это, а он только одно вздыхал, падал, ему было плохо, ну молодец, что пришел, но он так прикольно смотрелся, с этим двухметровым ростом, и полная группа девочек, девочек, женщин, у нас сегодня было очень много, так, ну в принципе, все, кто, кто, кстати, смотрел эфир мой, с моим психологом, как вам, Катя, что случилось, так, ладно, не буду это сообщение отчитать, потому что, потому что, да, рядом находится, да, видите, я даже не могу это вслух произнести, кто видел мой эфир совместный с психологом, кстати, это мой психолог, я у нее сейчас в терапии, я люблю постоянно быть в терапии, мне это очень важно, вот, поэтому, я сейчас нашла нового психолога, и она не классический психолог, мне это очень нравится, потому что, когда нужно, она может сделать сессию через погружение, там, какие-то медитативные практики, через расстановки, расстановки вообще обожаю, она энергопрактика, она очень хорошо работает, все равно с энергией человека, чувствует энергию, у нее все равно информация идет, которую она получает, не только задавая тебе вопросы, а также вот через такой тонкий план, а мое уж это самое любимое, я считаю, что это, знаете, как такие психологи, они самые сильные, они самые подкованные, потому что у обычных классических психологов, блин, в терапии можно находиться просто месяцами бесконечно, а здесь у меня такая терапия, вот, я прям почувствовала, что мне нужно, раз, взяла сессию, и у меня сессии бывают, там, один-две сессии буквально в месяц, и мне прям достаточно. Рассказать про йогу, я, вы знаете, что я три года ходила в спортзал, не пропускала, у меня был личный тренер, у меня было несколько личных тренеров, вот, и я вывела свою фигуру после четвертых родов, прям в норму, я полностью восстановилась, хотя я думала, что все, я уже не восстановлюсь, что у меня четвертые роды просто добили, что, оказывается, конституция тебе здесь не поможет, что роды есть роды, и когда такое количество еще и в таком возрасте, я думала, что все, это начало конца, я превращаюсь во взрослую женщину, вот, оказывается, нет, я благодаря спорту, что пошла в спортзал, занялась собой, сейчас я ем все подряд, ем как хочу, делаю, что хочу, и оно у меня нигде не прибавляется, уже все, вот, ну, как бы, я, получается, восстановила свой вес, какой у меня был там до первых родов, вот, все восстановлено, но я поняла, что мне не нравится спортзал, и вот, заниматься спортом через тренажеры, не могу, вот, я так и не полюбила, я все ждала, когда наступит этот момент, и я полюблю, и я не полюбила, и я ушла в йогу, вот, я нашла очень классного тренера здесь, на Кипре, и я сейчас нашла в Ростове тоже очень классного тренера на Кипре, я просто поняла, что мне нужна йога, не просто йога, когда мы прокачиваем энергию, цик, наполняемся, да, все равно какие-то вот зажимы, все это снимаем, мне еще важно, чтобы шла корректировка красоты тела, да, потому что когда нам уже 40, у нас вот эти штучки начинают подвисать, я их просто ненавижу, когда ты не можешь одеть платьишко на тонких лямочках, когда там попа такая уже, когда животик, вот, и я поняла, что нужно просто искать не просто йогу, а нужно искать йогу, такое есть понятие, для продвинутых, вот у меня обычная хатха, но она для продвинутых, и там такая нагрузка бешеная идет, что я же говорю, у меня косые мышцы на животе прокачаны, представьте, то я ходила в спортзал, а здесь у меня от йоги прокачиваются мышцы, либо есть еще такое понятие, как силовая йога, и оказывается силовая йога, я вам так скажу, что это, блин, закаляется характер, я когда увидела у моего стилиста пресс идеальный, я говорю, Женя, ты же не ходишь в спортзал, ты же на йогу ходишь, она говорит, это у меня от йоги, Катя, идеальный пресс, и она меня привела к этому тренеру, я когда увидела, что они там вытворяют, то я поняла, почему у нее прокачанные руки, прокачанная попа, прокачанный пресс, вот, силовая йога, вот, поэтому, я за йогу, мне остальное, я бегать пробовала, я же много раз пробовала бегать, тоже, мне не подходит, не могу, вот этот, весь шейпинг, всякие там, вот это, прыгалки, тоже, мне это не нравится, мне нравится йога, когда я делаю, я чувствую поток энергии, понимаете, поэтому для меня йога, да, в Ростове есть силовая йога, кому нужна в Ростове силовая йога, пишите мне в директ, я вам дам прям номер телефона центра, ретритного, ну, не ретритный центр, но там, короче, есть только йога, разные вот такие практики, мне очень понравилось, кайфово, короче, я теперь туда буду ходить, и там очень прилично, такое все новое, красивое, такое прям все, идеальное, чистенькое, прям красивенькое, как в хорошем, в таком тренажерном зале, новом, да, надо искать силовую йогу, но, смотрите, это, это не так просто, как кажется, лучше начинать не с силовой йоги, нужно сначала хотя бы год отходить на обычную йогу, чтобы вы понимали, вот эти все асаны, понимаете, не просто для спорта, а чтобы вы понимали, там же очень важно, 5 миллиметров назад, 5 миллиметров вперед, и уже вот действие от упражнения не работает, понимаете, там же все связано с энергией, и чтобы вот энергия работала, там очень важно делать правильно, через онлайн, я тоже вот не верю в обучение йоги, в онлайн можно уходить в йогу, только когда ты, например, полгода системно занимался с тренером в живую, и тогда можно уже брать онлайн спокойно, также с силовой, силовую йогу лучше брать, когда вы уже понимаете, что такое асаны в йоге, хотя бы базовые, и как они выполняются, потому что в силовой там сразу начинается нагрузка, я вот когда пришла, я так подумала, что если бы я была неподготовлена, я многие бы вещи просто от балды бы делала, там надрывала себя, потому что там, например, знаете, на руках только стоять, а ноги у тебя вот здесь, две ноги такие над твоими плечами, и ты вот так на руках стоишь, ну, вернее, я еще пока не стою, у меня не получается, у меня деревня, ни йоги, ни спортзала, только огород и хозяйство, тогда тебе во благо онлайн, тогда будешь так стараться, мучить тренера, ну, тогда нужно брать там не групповую, а индивидуальную йогу, чтобы, понимаешь, человек тебе прям через камеру объяснял каждый наклон, потому что если это будет онлайн, групповая, ну, ты просто смотришь и повторяешь, это не то, здесь нужно тогда индивидуально онлайн брать, и что прям мучить тренера, а вот насколько наклониться, а как дышать, а вот здесь как дышать, чтобы, понимаете, вам каждый пук объясняли, ну, либо крайний случай, ютуб вам в помощь, заходим и в ютубе, господи, сейчас в ютубе можно найти все, вот можно найти все, мне кажется, институт можно закончить, любое образование можно получить, просто самостоятельно учиться через гугл и через ютуб, есть все, главное, было бы желание, было бы желание, ладно, я вас всех очень люблю, спокойной вам ночи, увидимся с вами завтра, приходите завтра на эфиры, я буду здесь и буду ВКонтакте вести, все, всем пока-пока,